На Витебшине наметился спад захворывания у острыми вирусными инфекциями. Их узровень зараз не превышает эпидемиологичный порог. На угол, как отзначают специалисты, все это интенсивность эпид-процесса низкая, а колькость хворых не превышает минулогодний период. Пылный плен приносит вакцина-профилактика насильництва. Тема протягивает наш корреспондент Инна Киренкова. Ситуация с захворыванием на острые вирусные инфекции зараз не выкликая за непокоенности, констатуют медики. Она отвечает над годовым, даденым, характерным для этого часа года. В основном хворяют дети, а это до 65% от агольной колькости тех, кто звернулся по медицинскую допомогу. Что день урач-педиатр Витебска областного клинического центра принимает до 50 пациентов и обслуговывает до 30 выкликов на дому. Это меньше, чем у попередних годов, говорить, станучую роль сыграла вакцинация. Вакцина, которой мы пользуемся российского производства Гриппол+, она в своем составе содержит полиоксидоний. Полиоксидоний является приличным иммуномодулятором. И уже за столько лет, сколько мы этой вакциной пользуемся, отмечено, что есть легкий перекрестный иммунитет и просто вирусным инфекциям. То есть ребенок прививается от гриппа и параллельно меньше болеет вирусными инфекциями. Сюль-Тау в области прищепки от гриппа отримали больше за 470 тысяч человек, а это свыше 40% насильництва. От сюль относно невысокий уровень захворывания, который не превышает эпидемиологический порог. А у структуры захворывания переважают в острые респираторные инфекции. У нас держалась два дня температура, просто так ничего не было. 38,5. А потом в дальнейшем появились кашель, сопли. Виявляются и особенные випадки гриппу. Основным на него хворяют те, кто не срабил прищепки. Эти случаи выявлялись, как правило, это непривитые люди более 90%. Ну и, еще раз повторяю, на ряду с довольно широкой циркуляцией именно не гриппозных вирусов, респираторно-синтезиального и так далее. Самый надежный способ профилактики – это, конечно, вакцина-профилактика. Поэтому группы риска у нас отмечены, особо выделю. Это лица старше 65 лет и особенно страдающие хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и так далее. Это беременная женщина тоже необходимо подчеркнуть. Ну и дети до 4 лет именно по риску развития осложнений. Медики раяць у гэтый час года быть особливо пильными и важливыми для своего здоровья. Притрымливаться элементарных правилов гигиены. Самые заузятые вороги вирусных инфекций – свежая поветра, частенья рук, здоровое харчевание и активный лад життя. А у выпадку захворвания ни в якем разе не займаться самолечением. Варта памятать, что грипп особливо небеспечный ускладнениями и негативными наступствами для здоровья. Инна Кириенкова, Леонид Табола, Новины, Витебск.